Эти миловидные жители Фельдман Экопарк – сурикаты. Внешне они скорее похожи на лемуров, чем на хищных млекопитающих. Данное сходство особенно усиливается, когда зверек из стойки опускается на песок и печально скрещивает лапки. Сурикаты действительно особенные животные. Помимо внешней схожести с лемурами, поведением они напоминают сурков и сусликов. Встав на цыпочки или совсем по-человечески, опустившись на кочку, они греются на солнышке, общаются и переругиваются друг с другом. В таких позах сурикат можно частенько увидеть у входа в нору, куда они в случае опасности быстро прячутся, предварительно издав резкий пронзительный крик, оповещая всех соплеменников. Живут они колониями. У каждой семьи своя нора, но все норы одной колонии непременно расположены неподалеку. Чаще всего сурикаты встречаются на открытых степных или песчаных равнинах, в самостоятельно вырытых норах. Если же зверьки заходят в гористую местность, что также случается, то устраиваются в расщеринах скал или под камнями. В природе сурикаты питаются насекомыми, их личинками, скорпионами и даже небольшими змеями. Конечно, в экопарке их меню более разнообразно. Аппетит сурикат утоляет как мясная, так и растительная пища. Говоря о повадках сурикат, невозможно не отметить, что некоторые из них напоминают человеческие. В прошлом из-за этого некоторые люди наделяли их особенностями, присущими только виду гомо-сапиенс. В первую очередь это подчеркнутая эмоциональность и способность к абстракциям. В частности, последнее упоминал натуралист Альфред Брэм. В своей книге «Путешествия по Нилу» он, ссылаясь на слова проводника аборигена, утверждал, что молодые сурикаты, находясь под присмотром родителей, строят пасочки, башенки и даже крепости. Зверьки действительно любят рыть, но в фигурных сооружениях никогда не строят. Но вот что Брэм описал совершенно верно, так это дружелюбие сурикат. Эти существа приручаются очень легко и платят любовью за любовь, огрызаясь только на тех, кто их дразнит и беспокоит. Особую популярность эти животные обрели после выхода мультфильма «Король лев». Да-да, неунывающий тимон, живущий под девизом «Хакуна Матата», что в переводе «суахили» значит «беззабот», именно сурикат. У нас эти зверьки также живут беззабот, в чем вы всегда можете убедиться, посетив Фельдман Экопарк.